Музыка Меня зовут Сергей Гатурин Тимур Блатович, я являюсь заведующим ревматологическим отделением университетской клиники КФУ. И вообще сама по себе проблема остеопороза, она носит междисциплинарный характер, которые занимаются, кто только им в принципе не занимается, и ревматологи, и докринологи, и травматологи-ортопеды, и даже гинекологи, и неврологи. Потом в ходе моей презентации, лекции, я думаю, многие из вас поймут, почему она, опять, мультидисциплинарная, скажем так. Лекция называется «Остеопороз безмолвная эпидемия 21 века». Не просто так, потому что клиника остеопороза, как мы знаем, она на первых этапах вообще никакая, мы ее замечаем. И только лишь после совершившегося перелома мы понимаем, что что-то произошло. Поэтому остеопороз, по сути, это заболевание, которое характеризуется губкостью скелета костного, который впоследствии ведет к различным неприятностям в виде перелома. Прежде чем приступить к такой вот части медицинской, я бы хотел немножко так рассказать про фундаментальную часть, когда, тогда станет понятно, почему, какие микроэлементы нужны нам для того, чтобы не допустить развитие костеопороза и таких факторов риска. Вообще функции скелета, как мы знаем, ну, как вы видите, четыре. Помимо того, что двигатели защитные, есть еще правитворная функция – костный мост внутри кости. И метаболическая, то есть поддержание постоянства кальция и фосфора в организме. То есть это источник кальция. И химический состав кости – это неорганические вещества, которые содержат в своем составе соли кальция и фосфора, ну, ионы различных вспомогательных элементов, и отвечают, собственно говоря, за прочность кости. То есть чем больше органических веществ, чем больше кальция и фосфора, тем кость более прочная, тем меньше она порозна. И органические вещества – белки, жиры, углеводы. Белки – это, в первую очередь, коллаген. И эластичность как раз зависит от органических составляющих. Видите, как кость скрутили. Если бы не было минеральных веществ, а был бы только один коллаген, вот, наверное, кость можно было бы так скрутить, гузел морской. Но при этом у детей, кстати, органических составляющих в костной ткани больше, поэтому маленькие дети реже ломают кости, потому что у них как вот так веточка свежая у дерева. А вот твердость, вот смотрите, бедренная кость может выдержать нагрузку автомобиля среднего весом полторы тонны. Действительно, нормальная, хорошая, полноценно функционирующая бедренная кость. Это за счет того, что твердость обусловлена минеральными компонентами, о которых я на предыдущем слайде вам рассказал. Ну и как в кишечнике происходит. Да, основной регулирующий обмен кальция витамин является витамин D. Без него кальций, как вот был в кишечнике, так он дальше и пойдет наружу. Соответственно, кальций, благодаря витамину D, являющимся катализатором, своеобразным, ускоряющим процесс всасывания кальция из желудочно-кишечного тракта в сосуды и дальнейшее передвижение по организму. И, собственно говоря, переход в костную ткань. Вот, собственно говоря, перешли мы немножечко к такой вот уже нашей медицинской части. Остеопороз, видите, не зря тут такая рука хрустальная изображена. По сути, вот в этом снимке и изображена вся суть процесса. То есть это заболевание скелета, для которого характерны снижение прочности костной ткани и, соответственно, повышение риска переломов. Чем менее прочная кость, тем выше шанс получить перелом. Я говорю о низкоэнергетическом переломе. То есть перелом, возникший вследствие небольшого воздействия на кость. То есть человек может просто неудачно чихнуть. У нас были такие случаи, когда происходили переломы грудных позвонков компрессионные из-за того, что пациент с остеопорозом, который, может быть, на тот момент и не знал, но у него были признаки остеопороза клинические, просто он не обратил на них внимания. Мы как раз благодаря сегодняшней нашей встрече хотим донести, какие первые признаки есть и какие есть факторы риска, чтобы вовремя обратить. Вот пациент не обратил внимания, чихнул, и у него два компрессионных перелома. То есть такое тоже бывает. Например, неудачный прыжок на месте. Позвоночник продавился, и произошел компрессионный перелом позвоночника. Но уж классика жанра – это перелом шейки бедра. Тоже возникает чаще всего именно вследствие остеопороза. 90% таких переломов. Вообще, сам по себе остеопороз занимает четвертое место в мире среди неинфекционных заболеваний. Уступает только сердечно-сосудистым, онкологическим заболеваниям и сахарному диабету. Вот смотрите, основной рисунок, характеризующий первые изменения – это уменьшение в росте. Но потом, кстати, на этом остановимся. Остеопороз действительно на четвертом месте в мире среди всех неинфекционных заболеваний. То есть это действительно процесс достаточно распространенный. Многие из нас, сидящие в этой аудитории, у многих из нас есть остеопороз. И поэтому будет просто замечательно, если мы вовремя это выявим, может быть, благодаря этой лекции. Распространенность, конечно, большая, еще раз, да, и ведет это именно к переломам остеопоретическим. И вот 9 миллионов в России клинически выраженных переломов, связанных с остеопорозом в год. Представьте это. 100 тысяч случаев в год переломов шейки бедра. Проксимальный отдел бедра – это шейка бедренной кости, по сути. То есть получается, каждые 5 минут в России происходит перелом проксимального отдела бедра, перелом шейки бедра. Мы понимаем, к чему это ведет. Это ведет достаточно снижением качества жизни, мягко скажем. Человек становится прикованным к постели. Хотя сейчас, конечно, травматологи-ортопеды прошли вперед немножечко, да, и делают это протезирование после таких переломов. И у нас есть очень хорошие данные по нашим конкретно пациентам, когда они вставали на ноги. То есть тут на самом деле не все потеряно. Но тем не менее это достаточно серьезное снижение качества жизни. Это проблема мировая, общая мировая. Взять, например, Соединенные Штаты Америки. Остеопорозом страдает более 24 миллионов человек. И у лиц старше, ну тут 45 лет, мы обычно старше 50 лет у нас в России, там старше 45 лет, происходит около полутора миллионов связанных с остеопорозом переломов. Что касается в России, то, ну, по процентному соотношению аналогичная статистика. 14 миллионов человек страдает остеопорозом. Каждую минуту происходит 7 переломов позвонков, 17 переломов не связанных с позвоночником. Ну, то есть какие-то там периферические кости. Каждые 5 миллионов переломов шейки бедра, о чем мы уже с вами говорили. 90% всех переломов бедра и позвоночника связанных с остеопорозом. И только 10% не связанных с травматизмом. То есть большинство переломов, это все-таки они связаны именно с этим заболеванием. Немножко фактов. Вот денситиметрическое обследование. Денситиметрия – это рентгеновское обследование на остеопороз. Это исследование плотности костной ткани. Безусловный критерий остеопороза. Соответственно, вот при этом обследовании в возрасте 50 лет и старше, в соответствии с критерием Всемирной организации здравоохранения, остеопороз в России выявляется у каждой третьей женщины и каждого пятого мужчины. Возраст 50 лет и старше. Понятно, это возрастные изменения, но есть и группы менее возрастные, где тоже может встречаться остеопороз. Но в основном все-таки частота этого недуга, она у групп пациентов именно после 50 лет. Почему у женщин чаще? Потому что остеопороз связан с минопаузой. Постменопаузальный остеопороз – это самый распространенный остеопороз из всех остеопорозов. Для этого для женщин в постменопаузе с факторами риска, о которых мы сейчас поговорим, с небольшим количеством факторов риска, обязательно нужно пройти обследование на это заболевание. Ну и немножко еще статистика. То есть у 24% женщин и 13% мужчин городского населения в возрасте также 50 лет и старше отмечается, по крайней мере, один перелом, связанный с остеопорозом. Хотя бы один перелом уже был. Смотрите, огромное. Практически у каждой четвертой женщины мужчин немножко поменьше, а каждой пятой практически. Ну, тут немножко такая статистическая информация. Скажем так, достаточно часто случается перелом шейки бедра. Вот он так выглядит схематически. Различный перелом. Хирургическая шейка, собственно, шейка бедра и максимальный отдел бедренной кости. Все это влечет очень тяжелым последствиям для самого пациента. Как для самого пациента, так и для ротки. Потому что требуется дальнейший уход за таким пациентом, к сожалению. Вот, собственно, на рисунке показано. Нормальный позвонок в разрезе и порозный позвонок. Вот видим, да, как будто вот эти балки. Если сравнить с сейфелевой башей, да, как она построена? Вот такие множество-множество балок, поддерживающие друг друга. И, собственно говоря, из-за этого она прочная такая. Также и в костной ткани. Множество балок, да, поиска такая, нечистая структура по костной ткани на разрезе. Но эти балки со временем истончаются, не разрушаются. И происходит огромное количество таких вот пустошей порозных. Из-за этого кости становятся менее прочными. И вот видите, как выглядит снаружи позвонок, подвергшийся компрессионным изменениям. За счет сдавления, чаще всего за счет сдавления собственным весом, либо какими-то другими механическими незначительными воздействиями. То есть позвонок просто продавился. Вообще, по сути, это компрессионный перелом. Миновидная деформация, как я еще не называю. Ну, классификация остеопороза. Я не буду подробно на ней останавливаться. Просто смотрите, есть остеопороз постменопаузальный. Он наиболее распространенный. Для мужчин больше характерен старческий остеопороз. Ну, и не стоит забывать, что, да, распространенность среди лиц старше 50-ти, наибольшая, но может ли у детей быть за счет каких-то врожденных аномалий. Также остеопороз, связанный с заболеваниями эндокринной системы. Сахарный диабет здесь, наверное, самый такой распространенный. Вот мы уже говорили на одном из первых планет, что он тоже среди наиболее распространенных неинфекционных заболеваний. Ревматические заболевания, вот нам, как ревматологу, да, почему эндокринологи занимаются? Потому что много вторичных остеопорозов, связанных с их заболеваниями. Ревматические заболевания, ну, тут, собственно говоря, и само заболевание вызывает остеопороз, является фактором риска. Но еще и многие препараты, к сожалению, мы понимаем, когда мы назначаем пациенту препараты по жизненным показаниям, но они тоже могут прививаться причиной лекарственного уже остеопороза. Заболевания органов пищеварения за счет того, что нарушается всасывание кальция из желудка. Заболевания почек, в частности, хроническая почечная недостаточность. Пациенты на гемодиализе, которые находятся, они также в большинстве своем с остеопорозом также живут. Заболевания крови, лейкозы, лимфомы, тут много всяких различных других заболеваний. Обратите внимание, иммобилизация. То есть пребывание, ну, за счет чего? За счет того, что пациент просто может быть прикован к постели по каким-то факторам своим, независящим от него. То есть перенес инсульт, например, то есть те же самые переломы какие-то. И вот низкая физическая активность, это вот и называется гемобилизация, тоже является зачастую причиной развития остеопороза. Алкоголизм, нервная анорексия, нарушение питания. Генетические заболевания, которые вызывают остеопороз, также приведены. Ну, и медикаменты. Ну, я не говорю, ни в коем случае это не должно быть для вас. Вы посмотрите, инструкцию почитаете, например, и там написано остеопороз. Вызывает как побочное действие. Нет, зачастую медикаменты назначаются по жизненным показаниям. И надо понимать, что врач, назначающий вам какое-либо лекарство, какое-либо лечение, он взвешивает все за и против. На одну чашу весов кладет возможные побочные эффекты, которые, возможно, гипотетически могут быть. А на другую чашу весов, собственно говоря, пользу, которую мы хотим получить. Если польза превышает, конечно, назначается. А мы понимаем, что это может быть. Но если что касается остеопороза, то в таком случае это как один из факторов риска, который можно заранее предсказать, предвидеть, диагностировать и начать свое временное лечение. То есть надо к этому так относиться. Поэтому некоторые лекарства действительно назначаются по жизненным показаниям. Ну, для врачей вообще стоит это, да? Но я просто хочу так на пальцах объяснить, как происходит, из-за чего вообще происходит развитие остеопороза. Есть клетки-убийцы кости. Вот они, ОК, костиокласты. Они съедают, сжирают костную ткань, которая уже отработала свой ресурс. И образуют такую своеобразную нишу. А вот клетки-предшественники костной ткани, они называются ОБ, костиокласты. Они в недостаточном количестве заполняют вот эту нишу. И поэтому получается, что вот эта резорбция, да, процесс, то есть получается, процесс поедания кости превышает процесс синтеза, процесс образования новой костной ткани. Вот этот дисбаланс и является причиной костиопороза. Обратите внимание, я привел график здесь, как увеличивается масса костной ткани в течение возраста. Вот это возраст 0, 25, лет 50, 55 и так далее. Вот к 25 годам костная ткань приобретает своего, что называется, пик своей массы достигает. Соответственно, надо это иметь в виду, особенно в профилактике. В детском, подростковом возрасте правильное питание, продукты, богатые кальцием для детей, для того, чтобы у них полноценно развилась к 25 годам, набралась масса костной ткани. В дальнейшем идет только потеря. Вот видите, образование и поедание, резорпция костной ткани, оно после 25 лет у всех, собственно говоря, резорпция поедания костной ткани остеопластами, оно превышает, чем образование. Поэтому постепенно, постепенно мы с вами теряем костную ткань в течение всей жизни. Это факт, к сожалению, который надо иметь в виду. Если, например, к этому периоду мы достигаем маленькую, скажем так, костную массу, небольшую, незначительную, то потеря будет еще больше. Поэтому, опять-таки, обратите внимание именно на то, что надо именно с подросткового, с детского возраста обеспечить себе настоящую, хорошее депо кальция в костной ткани, чтобы кость была хорошей, крепкой на всю жизнь. И вот менопауза наступает у женщин, еще сильнее происходит снижение массы костной. У мужчин немножечко чуть-чуть помедленнее, более пологая кривая, но тоже постепенно, примерно к этому возрасту, показатели выравниваются. Вот такие вот возрастные изменения целостности костной ткани. То есть происходит искривление такой гипертифос позвоночника за счет того, что позвонки сдавлены между собой. На разрезе еще раз посмотрите, как выглядит остеопороз. Соответственно, уже больше такая, более ячеистая структура по сравнению с более здоровой костной тканью. Соответственно, она и более хрупкая. Вот факторы риска остеопороза. Давайте смотреть так, вот можно примерять на себе, есть ли у нас эти факторы риска. И есть факторы риска, понимаете, есть факторы риска, которые так называемые модифицируемые, то есть на которые мы можем повлиять. А есть факторы риска, которые не модифицируемые, на которые мы повлиять не можем. Вот те факторы риска, на которые мы можем появлять, надо стараться в себе устранить, естественно. Вот предшествующие переломы говорят о том, что очень велика вероятность, что они не просто так возникают. Возраст, понятно, по возрасту мы с вами уже обсудили, не будем и по женскому полу тоже, не будем к этому подробно возвращаться. Индекс массы тела ниже 20, вот как вычисляется индекс массы тела? Каждый, сколько весит, примерно знает, каждый в килограммах, и делится на рост в метрах, не в сантиметрах 172, а в метрах, возведенный в квадрат. Например, 172 сантиметра, рост, соответственно, 1,72, возводим в квадрат, это будет, соответственно, в знаменателе внизу подробью, да, и килограмм, ну, допустим, 50 килограмм, 50, ну, давайте достанем калькулятор, я уже чувствую, что здесь это будет ниже 20, то есть это уже, вот так, метр 72 в квадрате, это будет у нас 2,95 примерно, 50 разделим на 2,95, 16,9, то есть крайне низкий индекс массы тела. То есть это уже, получается, риск, фактор риска по костиопорозу. А нормальный как-то? Ну, ниже 20 вот здесь, выше 20 уже так, фактор риска не считается. Гипогонодизм у женщин, ну, это часто все врожденные проблемы, врожденные дисфункции яичников, в том числе у молодых женщин, поэтому тут не обязательно это к возрасту привязывать. Дефицит витамина D и кальция, вообще это есть анализ крови на витамин D, который можно проводить, анализ крови на кальций, если есть дефицит этих микроэлементов в крови, то, соответственно, это риск. Наличие заболеваний различных, мы уже говорили, да, тут не только сахарный диабет и рифматоидный артрит, но и масса-масса-масса других из различных сфер, в том числе из гематологии, онкологии и так далее. Курение и злоупотребление алкоголем, безусловный фактор риска. Что тут рекомендуем? Бросать курить, бросать принимать какие-то алкоголь, содержащие напитки, продукты. Применение некоторых лекарственных препаратов, о которых мы тоже говорили, там в один был слайд. Ранняя менопауза. Ранняя менопауза – это когда, вот часто бывают женщины, у которых по каким-то причинам, часто все по дисгормональным, менопауза в среднем не в 50 лет выступает, а бывает ли в 40 лет, бывает удаление яичников или удаление каких-то других органов женской половой сферы, которые влечут к наступлению ранней менопаузы. Соответственно, это тоже фактор риска. Длительная лактация кормления выводит. Я не призываю к тому, что это плохо, но до 5 лет ребенка кормить тоже не очень хорошо, потому что это просто повышенное потребление кальция, и женщина отдает своим молоком ребенку. Поэтому это тоже ведет… Все это, на самом деле, взаимосвязано. То есть повышенная отдача кальция ведет к дефициту кальция, а если еще и женский пол, да еще и какое-то заболевание хроническое, да и курение, то есть это в совокупности, в совокупности вот и готовый диагноз. Низкая или избыточная физическая активность. Соответственно, одной из профилактиковой остеопороза является гимнастика лечебная, о которой мы тоже немножечко поговорим, уже у нас немножко времени осталось, но я думаю, успеем. Длительная иммобилизация при корме с постели, избыточное потребление кофе, обратите внимание, избыточное потребление кофе, но хорошо, нет, кофе это нормально, тогда с утра, как тонизирующий напиток, один раз выпил и все. Вот мне, например, коллеги недавно сказали, ну, коллеги, не коллеги, а, скажем так, друзья, которые с медициной отношениями не имеют, они сказали, мы в офисе установили кофемашину, теперь мы пьем, аж так, у нас до тремора, целый день пьем. Я говорю, ну, молодцы, говорю, то есть, скоро не дадутся сходить на динстометрию провериться. А смысл вымывания, кажется? Ну, это, к сожалению, я не могу сказать механизм, это просто замечено, что у пациентов с повышенным потреблением кофе происходит такое вот, это клиническое наблюдение, происходит риск, увеличивается риск развития остеопороза. А количество чашек не оговаривается? Не оговаривается. Может, это считается, что это полезно для печени? Может быть, возможно, но вот я вам сказал, такое просто хроническое наблюдение, то есть, факт. Количество чашек нет, не оговаривается. А только кофе или чай тоже? Только кофе. Только кофе. Европеоидная раса, то есть, большинство, кто у нас с европеоидной расой, они тоже, это тоже является дополнительным фактором риска. Ну, и почечная недостаточность, это тоже, как раз, заболевать. Остеопороз действительно безмолвная эпидемия, только лишь на поздних сроках он проявляется. Вот, уменьшился рост, стала круглая спина, это самые такие первые признаки. Вот, как вы считаете, на сколько сантиметров уменьшения в росте уже должно вас сподвигнуть на то, чтобы вам пролезать на росте порожа? Ну, сантиметром, наверное, уже тоже. Абсолютно верно. Один сантиметр, даже один сантиметр, то есть, посмотрите исходное. Сколько было у вас самый такой пиковый такой рост и сколько он сейчас, если есть разница, хотя бы один сантиметр, но это риск, это фактор риска. Эпизоды боли в спине, связанных с неловким движением, поднятием тяжести, утомляемость, ноющая боль в спине, или вынужденную, после вынужденного пребывания в одном положении, или, наоборот, ходьбы. Ну, то есть, какие-то такие неспецифические боли, они могут и не связаны быть с остеопорозом. Поэтому многие не обращают внимания. Это остеохондроз, наверное, или грыжа межпозвонковая. А у многих они находятся на МРТ, на РКТ, на всяких исследованиях, различные грыжи, и это все вроде как связано с этим. Но в итоге, в дальнейшем, оказывается это прогрессивый остеопороз. Вот обратите внимание, как меняется позвоночник, за счет чего? То есть, меняется просто высота дисков и меняется высота самого тела позвонка. Вот еще, собственно говоря, тоже. Это явно остеопороз. Тут даже ходить не надо далеко. И вот мужчина, молодой мужчина, здесь он стал немножко постарше, здесь уже совсем возрастной. Это один и тот же человек, на котором наблюдается уменьшение роста. И вот денситометрия. Вот он, как выглядит денситометр. Такой аппарат, рентгеновский современный, достаточно, где измеряют плотность косной ткани в позвоночнике, в поясничном отделе позвоночника, в шейке бедра. И в лучевой кости, то есть, в районе предплечья. Кости предплечья. Наиболее часто ломаемые, повреждаемые локализации. Вот совершенно, видите, настолько низкое радиационное излучение у этого аппарата, что даже исследователь, врач-исследователь, с монитором сидит рядышком. То есть, вокруг это не распространяется, поэтому бояться того, что вы лишнее влучение получите, здесь не надо. Там излучение минимальное, минимальнейшее, просто я бы сказал. Соответственно, мы получаем при минимальном исследовании, при минимальном изучении, получаем достаточно хорошие, нужные для нас данные, потому что мы выявляем плотность, благодаря тому, что луч, пренедензий, проходит через мягкие ткани, и в итоге он плотность косной ткани выявляет. Мы, соответственно, выявляем минеральную плотность косной ткани, там специально такой критерий, вот они, Т-критерий называется. И в каком диапазоне он находится, мы, соответственно, смотрим. Остеопороз – это тяжелый остеопороз, норма, или есть еще остеопени. Это когда еще не остеопороз, но уже не норма. Поэтому проходить, вообще, что касается проходить дентитометрию, рекомендуется всем женщинам уже после на паузе, хотя бы, если ни разу не проходили и не знаете, есть у вас остеопороз или нет, пройти дентитометрию. С факторами риска у всех. У кого был перелом, у кого другие факторы риска, о которых мы поговорили. Особенно сочетание этих факторов риска. У вас есть такой? Как часто? Какой фактор есть? Сколько стоит плавно? Ну, я насчет цены сказать не могу. Вообще, подробнее сейчас про аппараты. Где можете пройти? Сколько? Чем часто? Аппарат сейчас практически в каждом уважающем себя центре есть действие. В нашем есть, да. В нашем есть, поэтому... Кто назначает? Да, кому назначает цены? Или это самой просто... Любой, как я вам сказал, остеопороз являетесь междисциплинарной проблемой. Соответственно, любой специалист, который заподозрил у вас остеопороз, заподозрил, может назначить вам проведение этой исследовании. Если по критериям там, когда женщина и седратор есть, и положено, если по-разному, терапия возвращается, где ему не искать первого специалиста, или как положено, я не знаю, что там будет. Ну, в данном случае, в зависимости от того, у нас ведь как медицина поставлена. Мы, если у нас есть какие-то проявления клинические, мы обращаемся к специалисту, если у специалиста есть какие-то подозрения, он пишет направление на определенные стены. Но никто не запрещает самостоятельно пройти для себя в любом центре, где есть денситометрия. У вас платная денситометрия? Оно в клинике. Оно, насколько я знаю, платное, да, ее можно в том числе платно пройти. Нет, она для тех, кто приобретет. Я организацию, как это организованно, к сожалению, вам сказать не могу, потому что я не знаю, не владею информацией. Оно не относится к денситометрии, это диагностическое исследование, относящееся к... Обязательно не относится. Рентген ночевой диагностики. Соответственно, мы также пациентов направляем это совершенно другое отделение. То есть сначала предстоит от того плюс 2,5 тире-минус 1 или... Тире-минус 1 абсолютно верно, да. И минус 1, минус 2,5 это остеопения. И все, что ниже, чем минус 2,5, то есть минус 2,5, минус 3, минус 5, это уже остеопения. А вы уже лечите остеопения, да? Остеопения назначают, но это хренологи. Вам идем, да? Эндогринологи, ревматологи. То есть обычно назначают, конечно. Но там совершенно другое лечение. То есть там не такое, как треостропородия, а совершенно другие группы препаратов. Еще вот группа ученых из Шекелдского университета. Вообще можно и без дистиметрии даже поставить остеопород, потому что для врачей я вот это вот обычно всегда говорю. Вот есть сайт, вот она там соответственно ссылка на этот сайт. Все абсолютно просто. Вводим, даже на русском языке там есть информация, вводим все данные о пациенте. То есть тут совершенно простые вопросы. Пол, возраст, рост, предшествующие переломы были, не были. Были ли переломы в проксимальном отделе гидра, у родителей даже. Какие-то заболевания сопутствующие ревматологи. Вот ставим да, нет, да, нет. Какие-то еще дополнительные данные. И выводят нам риск переломов у данного пациента в течение ближайших 10 лет. Вот смотрите, для пациента 50-летнего возраста 15% это уже много. Это в красную зону попадает. Видите, возраст и риск переломов. Соответственно, если попадает в красную зону, то надо лечить. И, соответственно, врачи для этого ориентируются. Надо лечить или не надо. Если в зеленую зону попадает риск, то есть, допустим, те же самые 15% нового пациента в возрасте 75 лет. Соответственно, лечить не надо. Вот такие критерии Всемирной организации здравоохранения плюс, соответственно, в совокупности с критериями Шеффилдского английского этого университета. Ну и профилактика остеопороза. Я уже приходил к профилактике лечения, поскольку у нас завершающая стадия доклада пошла и по времени. Значит, профилактика остеопороза направлена в первую очередь на предотвращение или замедление потери костной массы. Во-первых, я еще раз повторюсь, создание пика костной массы в подростковом и в молодом возрасте. Правильное, хорошее, полноценное питание детей. На это надо обращать внимание. Коррекция факторов риска, на которые мы можем повлиять. Модифицированные факторы риска. Понятно, что на свой рост, на свой, может быть, вес в какой-то степени, хотя тоже вопрос, мы-то не от них повлиять не можем. Но отказаться от курения, отказаться от употребления алкоголя и вести образ жизни немножечко с физической активностью, например, скандинавская ходьба и так далее, танцем заниматься может кто-то, любит. Мы это можем. Поэтому это называется коррекция вот этих факторов риска. Профилактика ускоренной потери костной массы, если вот есть факторы риска при ранней менопаузе, то есть применение заместительной гормональной терапии. Это гинекологи этим занимаются. Поэтому это, почему я говорил, что еще гинекологи сюда примазал к этой проблеме, потому что тоже они назначают заместительную гормональную терапию. Своереверная коррекция заболеваний, которые способствуют к степорозу. Если диабет, так, соответственно, назначение диабета. Эндокринологи назначают лечение от диабета. Заболевания считают уже ревматические заболевания на ревматологии. Соответственно, коррекция занимается. Регулярное применение препаратов кальция, костеротропных минералов и вентамина Д. Это надо понимать. Биодобавки к пище они должны быть, потому что дальше уже я приведу продукты, где содержится кальций. Но зачастую наш дневной рацион не позволяет нам полноценно восполнить необходимую потребность. Поэтому зачастую требуется просто дополнительные применение препаратов кальция с витамином Д. Ну и своевременное выявление низкокостной массы это денистиметрия. Я почему говорю, женщина в менопаузе должна обязательно пройти хотя бы один раз для себя в первую очередь денистиметрию, потому что это будет отправной точкой. Например, нету остеопороза по результату денистиметрии. Хорошо, 5 лет живите хорошо, спокойненько. Через 5 лет еще раз пройдете. Так, здесь это контрольная денистиметрия. 5-5 лет, да? 3-5 лет. Ну, 3 года вообще. 3 года, но как правило через 5 лет таких вот выраженных изменений не сбывает. Если выявился остеопороз, значит, идете к профиновому специалисту, назначать лечение и дальше уже в динамике проводите через лечение. У нас чаще всего эндохринологи и ревматологи занимаются этой проблемой. Поэтому к любому из этих специалистов пойдете и вам назначат лечение. Антагонист кальция, что мешает усвоению кальциям? Антагонист что мешает усвоению кальциям? Во-первых, дефицит витамина D. Во-вторых, заболевания желудочно-кишечного тракта. Различные совершенно. Я там как раз приводил. Мало того, что там после резекции желудка ухудшается, еще и различные гастриты, язвенные болезни и какие-то совершенно другие. Заболевания желудочно-кишечного тракта при дисфункции кишечника, которые влияют именно на всасывание кальция из кишечника, если вы об этом меня спрашиваете. Ну и само по себе низкое потребление кальция. То есть да, может быть хорошо работает кишечник, но мы полноценно не питаемся к этому. Может быть этого нам не хватает того, что есть в кишечнике. Вот вандома потребления кальция витамина D принятая в России указана здесь. Обратите внимание, вдук это предельно допустимая самая верхняя граница. То есть выше тоже желательно не превышать. Но это достаточно большие цифры, поэтому мы не превысим при обычном нашем рационе. Для мужчин и женщин одинаково, но по возрасту отличаются. Соответственно, у более старших возрастных групп 1200 мг кальция вместо 1000, а у беременных и того больше. У кормящих еще больше, потому что они много кальция расходуют. Вот дети. Дети сначала вроде как от 1 до 7 лет меньше 1000, но затем подростковый период потребность кальция возрастает. Соответственно, это тоже надо иметь в виду. Вот мы такой буклет раздаем, я его сфотографировал, вставил презентацию. Продукты, где содержатся наиболее богатые кальции. Обратите внимание, в основном это молочные продукты, это сыры, это орехи, сухофрукты. Самая последняя таблица в столбец говорит о том, сколько нужно порций от этого продукта для того, чтобы получить суть нужную потребность. Смотрите, какие сыры. Вообще, сыры при условии, что это сыры хорошего качества. Надо иметь в виду. Датский голубой сыр, эдамский сыр. Сыр, я даже слов таких иногда я их сам не пробовал, поэтому то, о чем я говорю... У нас нет таких сыровых. Прочите, пожалуйста. Прочите. Ну, смотрите, обезжиренное молоко, соевый напиток, обогащенный кальцием, низкокалорийный йогурт с фруктами, датский голубой сыр, эдамский сыр, сыр каманбер, вареное брукколи, шпинат, еще дальше смотрите, миндаль, грецкие орехи, паста тахини, сардины в масле, обычные макароны тоже содержат кальция, но, правда, 15 порций таких обычных макаронов. Там больше, холестерина потом. Аптечный кальций усваивается организмом? Аптечный? Да, или это бесполезное? Смотрите на состав. Кальций без витамина Д3 дополнительно усваиваться не будет, поэтому обязательно в сочетании с витамином Д3 должен быть кальций. Еще раз, да, тут немножко больше для того, чтобы получить 1000 мг кальция, необходимо выпить 1 литр молока или 200-300 г сыра или 360 г творога при условии высокого качества продуктов нормальной жирности. С возрастом всасывание пищевого кальция снижается, тоже есть возрастные особенности, тоже надо иметь в виду. Ну, лечение. Я не буду про медикаментозные методы рассказывать, их очень много и определяется врачом. Про кальций с витамином Д мы уже с вами поговорим. Вот пока что доступный каждому из нас медикаментозный метод. Все остальные группы препаратов, они определяются индивидуально на приеме. Мы про немедикаментозные методы. Школу здоровья, которую мы с вами проводим и рассказываем об этом, позволяющая своевременно выявлять этот стюклорос. Ходьбой физического упражнения с небольшой нагрузкой можно, но интенсивная нагрузка тоже быть не должна, потому что это увеличивает риск переломов. То есть, соответственно, влиять надо на прыжки и бег противопоказы. Влиять надо на профилактику рисков падений. Соответственно, если каким-то заболеванием, может быть, сердечно-сосудистые заболевания, перенесенные инсульты, шаткость у походки, то, соответственно, надо корректировать профилактику риска падений заниматься. То есть, например, какую-то помогательную трость давать. Или если принимать какие-то медикаменты, которые влияют на сомнливость и так далее, если это возрастной пациент, нам нужно, может быть, скорректировать дозу и применять дозу таких препаратов на преврате депрессантов, которые сомнливость не вызывают. Коррекция питания. Продукты богатые кальция. Мы с вами уже обсудили какие-то продукты. Отказ от курения и злопотребления алкоголя будут вталдычивать я однократно это все говорить, что это все зло. Притом, это не только фактористик остеопорода. Многие ризматические заболевания. Многие среднесосудистые заболевания. То есть, при высоком риске падения вот как раз я немножечко опередил слайд. При высоком риске падения мероприятия направлены на снижение риска. То есть, лечение сопутствующих заболеваний. Коррекция зрения. Иногда возрастные пациенты из-за того, что плохо видят, могут наткнуться на какие-то предметы и упасть, споткнуться обо что-то. Коррекция принимаемых медикаментов тоже, я уже говорил. Оценка изменения домашней обстановки. Сделать ее более безопасной. Говорится, острые углы или мягкие какие-то предметы обихода. Обучение правильному стереотипу движения пользуемой тростью и устойчивой обувь на низком каблуке. Понятно, что на высоких каблуках больше риск упасть. Физическая активность. На самом деле, здесь силовые упражнения интенсивные, они нежелательные, которые влекут какую-то возможность травматизации. Но умеренные какие-то поднятия тяжести, езда на велосипеде, на тренажерах, занятия с эластичными лентами, в принципе, это не противопоказано. Многие пациенты если вы посмотрите, вообще многие не то, что пациенты, наши граждане, по утрам я вот, когда иду на работу, смотрю с палочкой с лимонавской ходьбы. Очень, кстати, полезные в гезофилактике костиопороза. Занятия направлены на тренировку равномесия, такие как танцы, упражнения с вибрацией тела на специальных виброплатформах немножко не вложили, чтобы, к сожалению, темы интересные, нужные. И, естественно, все программы, они индивидуальные, должны разрабатываться с учетом индивидуальных инцидента, конечно. Но я такие самые основные базисы вам сказал. Сказал, что плавание нужно тоже. Плавание тоже, конечно. Плавание не только тоже остеопороз. Мы для профилактики остеоартроза рекомендуем заниматься плаванием, потому что идет нагрузка, даже не нагрузка весом, это просто вовлечение в процесс движения всех групп суставов и мышц. То есть, что, собственно говоря, очень весьма полезно. Ну, про лечение. Если начинать лечение остеопорозом, я про какие-то специфические группы препаратов не буду вам говорить, просто по причине того, что не каждому показана одна группа, может, кому-то другая группа, это индивидуально подбирается. Но лечение, оно чаще всего проводится в длительном режиме. У нас есть группа препаратов, где, конечно, там сразу конкретно прописано два года, 24 месяца. Но большинство групп препаратов, это не менее трех-пяти лет с промежуточным контролем лечения. То есть настраиваться нужно, если не так-то просто восстановить минеральную плотность в плоском экране. Даже современные препараты не всегда справляются с этим. И, по крайней мере, в короткие сроки. Поэтому лечение должно быть длительное и обязательно под контролем специалистов, которые этим занимаются. Я благодарю вас за внимание. если какие-то могут...